приветствуем вас на канале раиса горяченко дача с огород цветы это канал где всегда весна где всегда радостно где всегда всех себя ощущает счастливо итак рассмотрим посевной агрогороскоп на январь 2022 года время московское начало месяца у нас будет в период праздников и не семян и для растений 2 января новолуние и несмотря на то что бывают и продуктивные знаки и непродуктивные в любом случае двое суток до новолуния и двое суток после новолуния это время черной луны в это время ничего не сеем далее 4 и 5 луна будет находиться в знаке водолей еще будет геката одни сутки ну а 5 это уже время водолея в это время мы ничего не сеем только можем испытания проводить для новых сортов но пока в январе это не время для этих важных агро приемов зато уже смотрите 6 и 7 можно будет очень много дел сделать 6 после четырех часов наступает продуктивное время потому что луна бескурса нам дает возможность при переходе из водолея луна будет отдыхать ну и мы будем отдыхать и уже утром с полными силами можно заниматься посевами семян на рассаду а и многих культурных растений овощных и цветочных кстати можно сеять семена горького сладкого перца можно сеять семена баклажанов томатов огурцов зеленых различных культур и цветов обязательно тоже кто собирается цветы высевать на рассаду высеваете и это растущая луна замечательное время в рыбах ну и проводите яровизацию картофеля тоже те кто будут высаживать именно ранние сорта для получения ранней картошечки в теплицах или теплые страны 8 января вот этот день всегда новички спорят присылают мне вопросы почему нельзя вот луна будет в рыбах до 8 часов 27 минут по всем календарям а вы говорите что нельзя в это время ничего делать да луна без курса это время не для посевов это время для отдыха луны здесь 0 программа ну а если у вас плохое настроение или в семье кто-то где-то что-то даже не хорошее слово сказал или подумал то вот эта программа цепляется в это время к вот этой луне без курса к спящей луне поэтому уже 8 в овне после 9 часов лучше вот это делать можно провести яровизацию картофеля кстати в теплицах можно посеять горошек и в теплых странах а также семена пряно-ароматических культур на рассаду и провести стратификацию семян садовых растений начать вот этот важный процесс сделайте это в овне 8 потому что 9 и 10 это будет уже не посевное время 9 переход луны из первой во вторую фазу а 10 луна без курса будет находиться с 10 часов 24 минут до 17 48 а это значит что только вечером после 18 часов уже 10 начинается вот это замечательное время прекрасное время я называю золотой телец потому что именно в тельце прекрасно получается и рассада и затем растение одаривает нас хорошим урожаем и так 10 после 18 часов далее 11 января и 12 желательно до 20 часов успеть посеять семена на рассаду сладкого и горького перца баклажанов томатов перца еще раз огурцов зеленых культур горошек в теплицах все эти капусты самых разных сортов это тоже очень хорошо мы и другие культуры которые вы собираетесь высевать растущая луна в тельце все вершки сюда и как раз подходит все эти и у вас все хорошо получится напоминаю что в тельце чуть чуть долго дольше на несколько дней появляются всходы но зато это всходы крепыши и здоровые и они устойчивы против заболеваний и против вот этих климатических качелей более легко переносят чем те которые будут посажены в другие знаки и у нас еще один день как будто бы по календарю будет связан с тельцом это у нас 13 но дело в том что снова же 13 это будет время перехода луны из знака телец в знак близнецы поэтому здесь мы ничего не сеем а только после 7 часов утра уже когда полностью близнецы вступят свои права в это время можно сеять семена земляники клубники цветочных любых растений на рассаду и я очень вас прошу напоминаю что в это время посевы проводите только во влажную землю ничего не поливаете увлажняйте землю заранее это очень важно иначе ваши семена могут погибнуть также можно в теплицах высевать горошек и семена валерианы на рассаду вот такое вот интересное у нас время так что и кстати высаживать луковичные цветы на выгонку тоже можно вот 14 и 15 уже отдых идет отдых у нас до пяти часов можно будет сеять а после пяти часов двадцати трех минут и до 19 часов 12 минут это время луны без курса время перехода луны из знака близнецы в знак рак и у нас получается что знак рак очень короткий период будет после 20 часов лучше всего можно в раке использовать посевы для получения рассады семян огурцов помидоров капуст разных сортов зеленых культур и горошка и все до 0 часов далее начинается вот 16 это время уже начинается сожженного пути полнолуния с двух часов минут с двух часов 49 минут вот это 16 будет далее смотрите 17 это рак далее само полнолуние 18 19 во льве и 18 и 19 во льве и 20 будет луна во льве очень сложная стрессовая ситуация сложное время поэтому в это время ничего не сеем и не высаживаем уже вечером 20 января в 1703 луна перейдет в знак девы это уже убывающая луна но в это время ровно вот это время мы не начинаем работы а уже после 18 часов можно что можно делать можно сеять семена цветов на рассаду потому что дева покровительствует цветам всем цветочным растениям что можно из зеленушки еще укроп это близко после сожженного пути полнолуния а также можно микро зелень выращивать в это время это можно будет делать 21 22 до 20 часов вечера затем снова луна пойдет на отдых до перехода луны в другой знак в знак весы в весах уже луна будет 23 с часа ночи четырех минут то есть если на ночью прямо в час ночи не сеем а даем все-таки запас времени хотя бы час там где раньше начинается день то лучше с двух-трех часов начинать вот эти работы в знаке весы что можно делать при убывающей луне в знаке весы картофель ранних сортов можно выставлять на ирвизацию а также высаживать картофель ранних сортов теплицы в теплых странах теплицы не нужны тоже можно можно проводить подзимний посев семян корнеплодных овощей очень хорошее время вот 23 и 24 января вот это можно делать но если еще есть возможность это для северных регионов и желание не посеяли можно высевать семена цветов подзимний посев потому что весы это тоже время и знак покровительства цветов и можно высевать еще цветы на рассаду вот это можно сделать веса вот заканчивается вот этот период третья фаза и уже чисто идет вот переход после луны после 3 в 4 фазу луна переходит вот этот момент уже все с этого момента только идут у нас корнеплоды корешки и тем более 25 луна будет находиться в знаке весы а затем перейдет в знак скорпион в 6 часов утра 58 минут но здесь будет переход луны из 3 в 4 фазы 16 часов 41 минуты естественно этот день не посевной не посадочный зато уже в скорпионе 26 это убывающая луна можно высаживать только картофель ранних сортов для получения ранней картошки в теплицах или в странах этот картофель не хранится этот картофель сразу же выкапывается и используется для питания еще можно посеять в это время в скорпионе редис семена редьки а также микро зелень кстати в скорпионе очень вкусный сочный редис получается и редька 27 луна перейдет уже из знака скорпион в трелец и здесь кстати переходное тоже время луна без курса есть и вот после перехода из знака скорпион в знак стрелец можно что делать после 11 часов 27 января естественно зеленые культуры сеять семена зеленых культур они очень быстро растут не нужна большая корневая система и мы используем этот период стрелеца а также можно закладывать на проращивание семена различных зерновых культур семенных для получения микро зелени это можно делать еще и 27 до 20 часов и вот такой очень интересный период у нас почти что завершение месяца и это будет луна убывающих в знаке козерог замечательное время для корнеплодных и вот уже смотрите 29 после часа дня потому что луна без курса у нас будет с 0 часов до 12 часов 9 минут даем час для того чтобы луна уже точно установилась в знаке козерог и энергии работали козерога и вот с часу дня можно уже высаживать картофель ранних сортов теплицы в теплых странах высаживать можно и лук и чеснок снова же теплой стороны теплицы а также сеять семена редиса дайкона кстати очень хорошее время для тех кто выращивает лук из семян все эти семена лука на рассаду и очень хорошо в это время под зимний посев корнеплодных овощей проводить всех корнеплодных козерог 29 с 13 часов до конца суток 30 все 24 часа замечательное время для того чтобы заниматься корнеплодными овощами смотрите завершится месяц в знаке водолеи здесь очень интересный период козерог у нас 31 утром будет и до 12 43 луна отдыхает естественно водолеи мы ничего не сеем завершаем месяц отдыхом и подготовкой к февральским посевом но это не все сейчас я вам для скриншота установлю вот этот весь календарь а вот и весь январьский агрогороскоп пока вы срисовываете его записываете и мы авторы канала раиса криченко и александр волик желаем вам крепкого здоровья здоровья вашим близким удачных посевов удачных всходов и урожайного 2022 года на этом мы прощаемся с вами всего-навсего до следующего видео до новых встреч на нашем канале удачных всходов